друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда то это эксперт я рад вас приветствовать на обзоры фьючерсного рынка сегодня понедельник мы готовимся к новой торговой неделе начинаем мы с американского доллара этой валюте на этой неделе будет огромное внимание так будут и данные по пьемой то и про из и в промышленности и в секторе услуг это первое они там значительно снижаются это плохо для экономики так как она замедляется ну и самое главное это конечно же заседание фрс решение по поводу процентной ставки и дальнейшие комментарии по поводу точнее комментарии по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики либо смягчения ну короче планы вот по американскому доллару хочу отметить сильный лимитный спрос смотрите у нас в моменте самого начала был дисбаланс да он есть вот тут дальше цену откинули чуть пониже до попытались продавить на продажах все удавалось до определенного момента вот в этом моменте мы видим что существенные продажи они особо сильно не привели к тому что цена снизилась дальше был пулбэк вот и после этого у нас еще один был такой же момент когда очень много продали при этом цена как минимуму не обновляла здесь даже прям существенно поменялось кумулятивная да это вот я хочу отметить то что после такой крупной продажи рынок пустили повыше вот это крупная продажа где-то вот в этом месте было рынок пустили выше цена сейчас торгуется выше соответственно спрос со стороны крупных покупателей и лимитных покупателей он есть поэтому я считаю что на этой неделе американский доллар будут подтягивать еще повыше как раз в область вот этого баланса и после реализации рыночного спроса у нас появится хорошая возможность дальше работать на понижение по этому инструменту европейская валюта в свою очередь на вот этом небольшом росте потенциальном американского доллара может неплохо снизиться так как ожидание ну на этой неделе будут данные по инфляции это первое ожидается что она не упала а еще даже чуть выросла это предварительные пока что данные за апрель но в целом ожидания рынка такие что инфляция не уходит это первое второе также заседание будет по поводу решения по поводу процентной ставки и соответственно мы узнаем сюрпризы на возможно будут сюрпризы по поводу дальнейшей монетарной политики европейского центрального банка окей так как рынок ожидает что они дальше будут повышать по 0 5 процента каждое каждое заседание как минимум следующих два заседания и так дальше но госпожа лагара своем не очень популярном интервью говорила о том что возможно они просто пересмотрят цель по инфляции текущая ставка для них уже будет окей для того чтобы достичь инфляцию в 3-4 процента а на текущий момент она 7 окей дальше у нас поэтому по европейской валюте да давайте закончим я лично рассчитываю на то что цена снизится к уровню за июнь двадцатого года это первая цель если заседания пройдут так как нужно решение по принимаю те которые нужно то и значительно пониже давайте посмотрим что то что ты еще здесь у нас фонды накопили три тысячи контрактов лангов и закрыли немного шорт позиции а вот фонды свою очередь накопили неплохую шортовую позицию перед такими важными событиями как пресс и цб заседание этих всех супер центральных банков и поэтому мы видим что двух категорий позиции существенно разошлись прям существенно если посмотреть в процентном соотношении то у фондов изменения на 365 процентов а у них а у хеджеров на 5,68 процента изменились позиции что является прям сильно окей по европейской валюте плюс-минус такой сценарий дальше у нас швейцарский франк который будет двигаться плюс-минус какие европейская валюта они последнее время достаточно тесно коррелируют здесь я также хочу отметить в том то что фонды подкупали а хеджеры более существенно продавали но здесь разница в количестве контрактов небольшая но в процентах она существенней вот таким образом по швейцарскому франку учитывая то что не обновили хай учитывая то что полный тренд following стратегия пока что ломается то здесь есть смысл рассчитывать на пробой нижнюю минимума на пробой минимума и дальше начнут уже первые слабые руки выходить чем ниже будет двигаться тем быстрее будет разгоняться эта тенденция вниз за счет того что фонды перед этим накопили хоть и не большую но позицию да и они будут ее сбрасывать таким образом продавливать цену дальше вниз австралийский доллар вот этот двигается пока в разрез всем если на предыдущий на прошлой неделе большинство валюты росло то вот австралийский доллар как-то не очень и это совпадает прям с нашим шортовым сценарием который мы говорили что от вот этого дисбаланса есть смысл рассматривать шорт приоритет с целью обновления минимума за текущий фьючерсный контракт цель выполнилась супер по поводу дальнейших перспектив лично я вижу потенциал движения к опять же этому дисбалансу это уровень объема за декабрь 22 года и после этого дальнейшее продолжение нисходящей тенденции но пока эта неделя это вот достижение ну от тестировать этот уровень вытряхнуть левых участников шортовых здесь у нас как раз и дивергенция была вот в этом месте более-менее существенная да и как раз вот к этому месту цену и притянут скорее всего если мы посмотрим на соточеты то у нас здесь много лангов открыли фонды но еще больше лангов открыли коммерческие трейдеры хеджеры да и это очень странно потому что но шортово не открыли практически одинаково а вот лангов тоже много открыли то есть они действовали плюс-минус синхронно одинаково и за счет этого они вот как раз и остановили падение на этой неделе также будет решение банк австралии резервного банка австралии по поводу процентной ставки и рынок ожидает что повышение никакого не будет 36 как было так и останется поэтому в этом плане от лица отстает отстает или уже впереди остальных пока не знаю но смысл в том что они раньше остальных перестали повышать процентную ставку и по сути это будет второе заседание день ничего не сделают с процентной ставкой если так будет окей поэтому по австралийцу достижение дисбаланса да я уверен что здесь будет хорошее сопротивление за счет того что здесь кого-то засадили они будут покидать свои позиции и после этого уже мы рассмотрим потенциал дальнейшего снижения и вот как раз смотрите как все четко складывать дальше снижение обновляем минимумы формируем базочку и здесь у нас расходятся позиции 0100 до у фондов и хеджеров после этого они где-то вот тут сходятся в нейтральную область и мы получаем лонг приоритет по сырьевым валютам как раз в период когда это скорее всего будет где-то вот вторая половина июля-аугуст когда все готовятся к тому что будет прям высокий сезон чаще всего осень это прям супер активность на рынке большой капитал заходит и вот раз австралии скорее всего будут под это готовить но посмотрим так дальше у нас новозеландец который уже но он опережает австралиец на один шаг по сути и в падении опережал и в росте сейчас приезжать я считаю что будет достижение уровня объема здесь мы застопоримся и дальше просто продолжим болтаться где-то вблизи этого уровня вблизи уровня дивергенции до помните да что у нас на этом уровне была существенная дивергенция длительный промежуток времени пока не вытолкали цену от этого уровня и сейчас обратно цену двигают как раз к этому уровню если посмотреть на соточеты то здесь существенно ничего не произошло хеджеры особо не активничали фонды открыли нормально лонгов по сравнению с общей позицией и точно приблизительно также short позиций поэтому баланс на рынке сильно не поменялся но вот открытый интерес он вырос вырос за счет того что все открывали позиции мало закрывалась позиции окей по новозеландскому доллару я по-прежнему считаю что он будет чуть сильнее чем австралийский доллар и эта тактика уже хорошо принесла за последние месяцы и я считаю что это будет продолжаться пока у новозеландца ставка достаточно высокая австралиец держит банк австралии держит достаточно низкую ставку поэтому по кросс курсу каждый раз когда мы видим что произошел откатик произошла какая-то техническая коррекция есть смысл начинать набирать позицию на сближение мне на сближение на продолжение нисходящей тенденции по этому инструменту пока вот ставку не выровняют это неплохая идея так дальше у нас канадский доллар который пощупал первую цель да но основная идея в том что будет достижение более низких значений да это вот как раз 072 обновление минимума за текущий фьючерсный контракт возможно даже вот этого минимума за ним скопилось я уверен достаточно много стоповой ликвидности мы получили шорт приоритет по 100 индексу открытый интерес по чуть снижается 100 отчетах мы видим что фонды сократили свою широко фонды фонды нарастили свою шортовую позицию но вместе с теми лонговую а хеджеры свою очередь закрыли небольшой шорт публика открывает шорт это конечно не очень хорошо но я уверен что пока они не накопили существенную позицию 45 50 тысяч контрактов вот до этого момента особо переживать не стоит в том что их будут выносить но коррекции по-любому будут эти коррекции есть смысл использовать для того чтобы добрать позицию на снижениях на обновлениях минимумов частично ее сокращать британский фунт по британскому фунту писали мне что а что здесь сидеть он просто в боковике но на самом деле на самом деле он за этот контракт очень даже неплохо вырос по сравнению с остальными валютами посмотрите открытие контракта было в районе отметки 120 85 до где-то там и сейчас 125 57 пике было раз 85 вот таким образом это прям существенный рост просто по сравнению с тем что было до этого он не такой существенный вот если мы вот так сделаем ну очень даже неплохо вырос согласитесь вот по британскому фунту все цели практически все цели выполнились мы обновили локальный максимум за текущих фьючерсный контракт и часть лонговой позиции есть смысл прикрыть но основная лонговая идея по этому инструменту у нас остается актуальной ставка у них будет высокой достаточно длительный промежуток времени так как это практически единственная страна где инфляция двухзначная среди развитых стран то есть если все остальные уже перешли на просто одну циферку то британия еще выделяется своими двумя вот поэтому я считаю что ужесточение монетарной политики будет продолжаться либо сохраняться такая жесткая политика пока весь остальной мир будет снижать процентные ставки это будет повышать привлекательность британского фунта вот как использовать этот лонг приоритет но это уже подсказывает ваша торговая стратегия правильно здесь некоторые будут откупать тест локального максимума окей кто-то будет ждать пробоя этого локального максимума ложного и после этого уже будет заходить но сценариев есть достаточно огромное количество среднесрочной перспективе особо сильно не изменится результат если вы зайдете и здесь и здесь то есть главное просто правильно рассчитать свой риск да таким образом чтобы частично накапливая позицию вы не при не превышали свой риск потому что многие заходят здесь на рабочий объем цена идет против них нет кинет не хочу не буду закрываться добирают и цена еще против них ну там уже ужас и вот так делать на по поводу сот отчетов здесь так канадского доллара мы рассмотрели британский фунт сот отчеты он и продолжают накапливать лонг позицию хеджеры не особо активничают по поводу шорт позиций и публика спокойненько себе открывает шорт позиции вот в таких условиях максимально комфортно держать лонговые позиции и говорить о среднесрочной дальнейшей перспективе роста потому что фонды подкупают есть публика которая красе кормит фонды то есть за счет публики будет происходить дальнейший разгон тенденции на закрытие их шортов открытый интерес по-прежнему растет то есть вовлеченность трейдеров в этот процесс вовлеченность фондов есть интерес к этой валюте есть дальше у нас японская иена которая продолжила пятничную историю пятничное снижение и это прекрасно это прекрасно потому что кросс между австралии между канадским долларом и японской иеной можно будет добрать напомню что там мы чуть позже об этом поговорим так по японской иене уже достигли как раз того уровня откуда открылся новый контракт закрытие предыдущего я вижу смысл рассматривать лонги вот я их и здесь видел на самом деле цель достижения цель это достижение дисбалансов которые происходили ранее вблизи уровня 076 50 но это вблизи то есть прям туда чтобы загнать я думаю это будет сложно в целом есть смысл покупать первая цель это вот дивергенция которая вот здесь была вторая цель это практически уровень объема поэтому вот так по поводу сот отчета по сот отчету мы видим что фонды закрывают свои лонги открывают существенно short позиции а хеджеры закрывают свои шорты открывают лонг позиции вот таким образом здесь по сути по сути мы на стороне публики которые открывают лонги и на стороне педжеров которые открывают тоже лонги закрывают short позиции после такого снижения на на фоне заседания банка японии которые там сказали что будут продолжать стимулировать экономику и смягчение монетарной политики возможно куда еще мягче ставка минус 01 но в целом окей напомню что есть у японской иены корреляция с бандами то с американскими бандами и таким образом у нас сейчас ситуация что японская иена продолжает валиться банды в принципе стоят себе на месте ждут заседание фрс и если заседание фрс пройдет так как рынок ждет что повышение не будет на этом заседании то с большей вероятностью облигации очень быстро отработают пробой вот этого уровня вот потому что будут экстраполировать данные на будущее что они повысили значит дальше не будут повышать значит скоро будут понижать процентную ставку а таким образом стоимость облигаций будет существенно расти потому что там но если брать десятилетки то все умножается по сути на 10 окей так японскую иена поговорили bitcoin по поводу биткоина не могут они удержаться выше отметки 30 существенные продажи риск он как бы полным ходом не развивается есть кому продавать есть кому фиксировать объемы которые были накоплены и по 15 16 там 20 и так дальше вот поэтому я считаю что пока пока нужно накопить потенциал накопить энергию чтобы пойти дальше на пробой соответственно чтобы все участники ну не все те участники которые стоят сейчас лимитно в стакане на продажу что нужно сделать чтобы они решили снять свои лимиты нужно опустить цену чтобы цена уже была не актуальна таким образом так рис рисовать будешь вот таким образом когда их лимиты уже будут неактуальны они их снимают дальше происходит неплохой тест отметки там 24 25 это вызовет полную продаж по маркету и соответственно путь вверх будет расчищен вот таким образом неплохая схема здесь единственное что вот это падение да оно может быть достаточно мягким ну маленьким под локальные минимумы оно может быть более существенным если действия участникам не будут совпадать с планами более интересных ребят которые планируют на цену чуть повыше вот в целом спрос на крипту сейчас есть он присутствует проблемы с first republic банка они подогревают интерес криптовалютам вот так как деньги с банка депозиты позабирали куда их нести либо на денежный рынок в короткие какие-то облигации викселя либо на фондовый покупать facebook нету покупать мету amazon google microsoft и и все остальное что сейчас и происходит либо покупать крипту еще портфель для того чтобы усилить свою бету вот поэтому для крипты ближайшее время с ноября месяца все неплохо но прям для бурана особых особого оптимизма нет но вот отметочка там 35 36 где опять где лимитное сопротивление пока стоит она там ждет достаточно длительный промежуток ремень и пока не уходила вот плюс минус к этой области будет смысл подтянуть цену вот кстати на 26 на 26 мая кто-то купил сто десять тысяч колл опционов по страйку 1900 на эфир 110 тысяч колл опцион 110 тысяч вау со страйком 1900 скорее кто-то купил но кто-то и продал я понимаю вот но тот кто купил он сильно заинтересован в том чтобы цена двигалась выше отметки 1900 вот по поводу фьючерсы на бинате на крипту есть биток эфир light вот и чуть и мы с вами уже говорили да что очень неплохо отрабатывают на локальных максимум достаточно вот такие быстрые и чуть и где с большей вероятностью срабатывают стоп заявки где происходит ликвидации либо выбросы кто-то закрывает свои позиции даже сам вот таким образом есть смысл посматривать достаточно волатильный инструмент и очень хорошо реагирует на качественные чуть и те которые на обновлении локальных максимум хвостиках данную вы помните о цвете если вверху зеленый это значит что много купили реализовали рыночный спрос дальше двигать цену особо будет некому если все уже реализовали спрос ну и точно так же внизу если много продали значит реализовали предложение окей дальше у нас золото ну по золоту все ждут фрс и я думаю что фрс особо сильно не повлияет на то что по золоту сейчас не самые активные настроения мы видим что и открытый интерес уже по чуть-чуть снижается хотя бы хотел там чуть подрастал дольше чем обычно то есть заинтересованы золоте было и по 100 отчета мы тоже видим что открытый интерес по чуть-чуть снижается к этому инструменту и фонды по чуть-чуть фиксирует свою лонговую позицию это понятно так как перспектива ужесточения монетарной политики либо взрывного роста инфляция она сейчас достаточно туманная нефть здесь без изменений я буду накапливать в районе отметки 74 70 ну вот ниже 70 74 то есть чтоб вот вблизи вот этих минимум потом буду накапливать лонговую позицию пока шорт приоритета нет по каждому будет лонг приоритет буду накапливать частями сеточкой медь пока тоже без изменений вместе с нефтью учитывая то что в китае вышли данные по поводу pmi хуже ожиданий и завтра если не ошибаюсь тоже будут еще они одни данные там ожидания тоже не очень хороший прогноз не очень отличный это означает что китай пока не будет активнейший в плане закупки сырья на международных рынках и таким образом для меди для нефти будет не очень хороший промежуток времени хотя начался до стартовал высокий сезон когда обычно нефть сезонно растет но не в этом году так газ по прежнему цели находится повыше частичные объемы есть смысл закрывать фиксировать у нас расходится снова показатели по сот индексу возможно будет еще один заходит в лонг но скорее всего у нас здесь поддержит цену во флете я не жду особого сильного падения так как ближайшее время уже европа будет начинать восстанавливать свои запасы так целом весь мир по чуть-чуть по чуть учитывая текущие цены будет восстанавливать и накапливать дополнительно свои резервы газовые поэтому показу я ожидаю спроса вблизи отметки 2 и дальнейший поход 260 серебро вместе с золотом но чуть как вы видите имеет свою динамику и это создает неплохую возможность для того чтобы поспекулировать поспекулировать на сближание по этим инструментом если серебро обновляет свой локальный максимум либо желательно вот этот максимум золото в это время находится вблизи своего минимума то есть смысл заходить на сближение здесь расхождение практически стандартной до стандартные 519 а текущая 47 то есть совсем чуть-чуть осталось еще одно так лес и можно будет зайти на сближение по этим инструментом фондовые индексы штурмуют свои максимумы что snp что на что dow jones но только не раз только не раз да мелкие компании переживают проблемы пока пока ну они более подвержены росту процентных ставок это больше ущерб наносит так как у них нет финансовой подушки им необходимо постоянно перекредитовываться рефинансировать свои долги под более высокие процентные ставки это плохо для бизнеса и соответственно с большей вероятностью именно по этой причине рассол не перформит последнее время если посмотреть на расхождение между раз он и снб вот она и либо нас таком то она столько увеличивается чуть-чуть ладно она не супер сильно увеличилась 17 ну там 17 18 марта где мы разговаривали о том что есть смысл заходить на сближение но но все равно они не сходятся вот то есть это пока не сходится я еще жду но при обновлении максимума декабрь 20 уровня объема за декабрь 21 года я часть позиции точно сокращу текущая тенденция она может развиться по на звуку алгоритмами до фондами которые будут заниматься стратегии тренд-фолловинг вот окей так но дальше еще и боки да точно сезон отчетности он идет полным ходом крупные компании отчитываются хорошо caterpillar отчитались просто феноменально это компания которая показывает в целом состояние во всем мире у них там существенные глобальные продажи вот и отчитались феноменально двузначные числа роста темпа выручка и выручки так дальше продаж вот все у них круто что очень странно но дальше будут отчитываться в одном промышленные мелкие компании и тогда что локомотивы уже по сути отчитались все пару умен осталось большинство уже мелких компаний будет отчитываться и таким образом с большей вероятностью они не смогут показать такие же хорошие результаты либо дать такие же хорошие гайденсы вот поэтому я считаю что фондовые индексы сейчас замедлится ближайшие недельку полторы будут болтать ну пока сезон отчетности идет будут дальше болтаться в этом боковике я пока катализаторов для дальнейшего движения не вижу есть мусолят хорошие темы мусолят плохие темы повышение потолка госдолга повышение бюджетных расходов снижение бюджетных расходов повышение ставки и так дальше то есть много всего интересного соответственно это все будет носить неопределенность и создавать вот такой боковик вблизи этих уровней пока не выйдем на более высокие уровни там опять же будем стоять до момента пока ставку не начнут понижать так спрэда люблю исправить так фондовые индексы мы рассмотрели окей если рассмотреть еще фондовые индексы вместе с крипто это мы увидим что это опять же опережда опережает события возможно падение фондовых индексов не будет но крипто уже снизилась сегодня ты вчера чуть падала уже под вечер и таким образом это негативный звоночек раз в пользу фондовых индексов что они тоже чуть-чуть как бы могут снизиться последнее время последние месяцы не знаю может даже больше крипто было опережающим индикатором для фондовых индексов окей дальше дальше у нас валюты новозеландец против швейцарца начали сходиться это прекрасно прекрасно в том плане что они разошлись удалось накопить полную позицию вот до стопа оставалось немного и сейчас идет движение схождения началось схождение если это схождение произойдет хотя бы то тех же уровней не до цели если произойдет до цели это соотношение риск-профит будет один к семи на существенную сумму вот а если 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 хотя бы до точки ну где дочь . спрада где мы определили точку спрада в середине месяца то там соотношение чуть поменьше но тоже отлично будет поэтому жду схождения как всегда большую часть позиции я закрою при соотношении там один к трем 14 возможно но часть буду держать до полного схождения этих этих графиков по сути окей также есть смысл рассмотреть нефть противомазута на сближение уже здесь больше среднего ну прямо сейчас среднее отклонение 87 до чуть раньше было чуть больше отклонения в районе девяти процентов поэтому есть смысл рассматривать работу на сближение по этим инструментом дождаться точку спрада и погнать либо точку входа по одному из инструментов то есть если у вас появилась точка входа в шорт по по нефти есть смысл застраховать себя мазутом и наоборот это мы уже говорили и в принципе канадец против японской иены вот как раз есть смысл заходить и добирать ну короче они сейчас плюс-минус на тех же значения где мы и рассматривали их пораньше вот плюс-минус вот туда то есть супер существенно расхождение не произошло к сожалению ну и исхождение полного тут тоже к сожалению не было 250 пунктов ой 450 они не прошли окей но но это дает нам хорошую возможность для того чтобы взять более полноценную позицию всем спасибо за внимание хорошей торговой недели следим за данными по процентным ставкам по решениям по заседаниям выступлением и так дальше в пятницу будем подводить итоги торговой недели как раз поговорим о том как изменился вектор монетарной монетарной политики всем счастливо и на связи